и она работает до что сигналом хороший как звук все окей хорошо поехали итак я знаю у тебя сейчас миллион вопросов но давай сразу несколько во первых я это ты из будущего во вторых это экспериментальная программа в третьих на ней стоит фильтр так что ты меня сейчас видишь таким какой ты сейчас и пока сигнал не ухудшился я должен тебе сразу сказать сделай обзор на сериал загрузка прям все бросай и делай и и и еще кое-что чего будет зависеть твоя жизнь и это чертовы стулья кошки чтобы не случилось никогда не ну вот вроде и все что тебе нужно обязательно знать в общем как я и сказал сделай загрузку и все остальное все до связи дорогие друзья всем привет и добро пожаловать на канал коротко а не коротком с вами кин и приготовьтесь к загрузке загрузка добро пожаловать в недалекое будущее а именно 2033 год будущее где смерти как таковой в привычном нам виде больше нет а есть загрузка загрузка это операция совершаемость человеком на грани жизни и смерти а именно перенос его сознания или же души в цифровое измерение или можно сказать рай само собой если у вас есть бабосики именно это и происходит с нашим главным героем нейтаном который в ходе случайной аварии висит на волосок от смерти и решает быть загруженным но в ходе загрузки он теряет часть своих воспоминаний файл памяти поврежден это странно но это не единственная его проблема потому что его загрузка не была бы возможной без его любимой в кавычках девушки которая и оплачивает его загрузку и теперь она в буквальном смысле владеет душой возлюбленного дэйв придачу ко всему начинают всплывать странные детали смерти парня проверь запись с видеорегистратора с 23 00 до 23 37 не могу ничего найти но сможет ли наш главный герой привыкнуть к загробной жизни и была ли его смерть такой уж случайный вы узнаете в сериале загрузка и так случайным образом наткнувшись на загрузку я признаюсь честно не возлагал на нее никаких надежд прям вот ни к ких по правде говоря я думал меня будет ждать проходниковый ситком за кадровым смехом и возможно я бы даже его пропустил если бы не красавчик робби амал на главной роли вот не знаю почему именно но этот актер мне по душе да возможно если кто-то не знал то робби это младший братишка кого-то другого чего-то другого стивена амала он же зеленая стрела или спектр и каково же было мое удивление когда сериал оказался не то что средним а даже хорошим а сравнить я его мог бы с силиконовой долиной футурамой или даже с назад в будущее да и объясню почему на фоне фильмов и сериалов показывающих что в будущем люди либо получили супер силы и расхреначили себя либо продались технологиям и расхреначили себя за примерами далеко ходить не надо черное зеркало человек будущего первому игроку приготовиться код 8 на фоне таких фильмов фильмы и сериалы показывающие что будущее на самом деле такая же шляпа как и настоящие только с некоторыми дополнениями выглядят легко душевно и великолепно отчасти именно за это мы полюбили назад в будущее и футураму кремниевую силиконовую долину я также вспомнил не случайно потому что загрузка как и долина высмеивает достижения в науке и крупные компании только в сеттинге будущего саму же компанию horizon можно сравнить с тем же apple хочешь уют и комфорт плати не можешь платить много живи в чем-то попроще хочешь купить костюм плати за обновление хочешь покушать всякие плюшки плати за обновление хочешь заняться сексом плати за обновление шучу плати за секс костюм youtube facebook apple instagram беспилотники даже тверк в каждой серии можно найти кучу отсылок и пасхалок на наше время и все это выставлено в довольно забавной юмористической форме а вот юмор здесь на любой вкус и цвет от завуалированного стёба над компаниями до шуток про вкусный пердёж допустим я пернул что как бы уже почему просто странный момент и в комнате запахло так будто там дыхами брызну но как же меня порадовало что хоть серии идут по полчаса но все не скатывается в ситком за кадровым смехом остается полноценным сериалом а за призмой шуток про тверка арома пуки скрываются вечные вопросы о том что жена ждет по ту сторону и ждет ли вообще и стоит ли рисковать этой неизвестностью если есть шанс прожить в контролируемом раю а стоит ли будучи не до конца уверенным связывать свою жизнь она же смерть с человеком в котором ты не уверен нужно ли дать ребенку вырасти или все же оставить его в том возрасте в котором тебе удобно и пожалуй главный вопрос сколько же стоит счастье согласитесь не слабые такие вопросы для сериала где чувак минуту играет со своей струей но пожалуй единственное в чем сериал проигрывает так это в детективной части то есть как бы сказать за ней наблюдать в меньшей степени интересно чем за всем остальным а поэтому когда тайна раскрывается нет как такового уау или бум эффекта лично у меня была реакция ног ок поехали дальше как по мне откажись они от этой детектив щены или сразу раскрою тайну и забавно обыграй ее и было бы лучше но ладно уж как я и сказал это линия не особо выделяется чтобы из-за нее портить впечатление о сериале конечно были и другие мелкие косяки но как по мнению были сделаны больше как шутка нежели как ошибка например она говорит что для ее аватара были взяты фотки из далекого прошлого и поэтому она черно-белая простите я просто мой первый день вас так удивил мой аватар они взяли мое фото с 1961 но даже в наше время уже как несколько лет можно восстанавливать старые фотки и даже фильмы поэтому в сериале это сделано скорее для шутки во всем же остальном сериал просто потрясающий конечно же это мнение субъективное но ему сильно играет на руку то что как мне показалось он не гонится за современными трендами есть главный герой он красавчик немного нарцисс но это не отталкивает главная героиня не сильная и независимая феминистка что борется за права женщин на каждом шагу равные как ее подруга нет слабыми их тоже не назвать но они ведут себя как нормальные люди и есть лгбт пара но их показывают тогда когда это нужно для сюжета пожалуй это и делает сериал потрясающим он не пытается угодить всем движением направо и налево принося в жертву сюжет а поэтому картина и смотрится так легко и интересно первый же сезон заканчивается клиффхэнгером а поэтому я надеюсь что второй сезон состоится как можно быстрее да и вообще в данных условиях состоится и я его буду с нетерпением ждать за грудь а да еще не знаю как объяснить отсылки на фильмы с адамом сэндлером и дрю берримор в первой серии вот тут например показывают фильм смешанные а вот здесь но рассмотрит 51 поцелуев и я бы возможно не обратил на это внимание но сериал уж как-то явно на них акцентируется возможно создатели просто любят эти фильмы я не знаю а вот теперь все загрузка ну а на этом у нас все и всем большущие спасибо за просмотр если вам понравилось данное видео то подписывайтесь на канал ставьте лайк а также в комментариях напишите ваш самый любимый и самый ненавистный фильм про будущее а в описании вас будет ждать ссылка на просмотр сериала а также ссылка для поддержки канала и ссылки на мою группу vk и инстаграм буду благодарен если подпишетесь но я же как обычно пожелаю вам только интересных сюжетов и увидимся в следующей серии пока защиту принес я согласна я согласен а